Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Будня». О главных событиях вам расскажут мои коллеги-корреспонденты Бийского телевидения и я, Дарья Федоркина. Смотрите сегодня в выпуске. Угроза подтопления в поселке Новом. Сливные воды поднимаются в квартиры. Прошли проверку знаний о родине. Бийчане стали участниками географического диктанта. 150 грациозных птиц. Бийчане и гости города уже наблюдают за лебедями в поселке Молодежном. Канализация топит дома жителей в поселке Новый. Если срочно не принять меры к очистке системы и откачке, сливные воды поднимутся в квартиры. Услугу водоотведения жильцы оплачивают по их словам исправно, но при этом должны жить как на бочке, которую вот-вот прорвет. Не откачать колодцы – затопит подвалы. Из подвалов канализация пойдет на первые этажи. Воду перекроют всем. Страшная картина, которая может стать реальностью жителей семи двухэтажек в Новом. Вся вот эта вот жижа, она вытекает нам под лестницу. А в жиже что? Ну, в фекалии. Прям плавают? Ну, в жидком виде, но ароматы стоят достойные, конечно, по всему подъезду. Пригородная 45. Дом находится в низине. Здесь жижа набралось больше всего. Эти вонючие истоки не смогли попасть в систему канализации. У каждого дома в микрорайоне своя сливная яма. Их местоположение сейчас хорошо заметно по зловонным лужам сверху. Стоки от домов не доходят до центральной канализационной соги. Общий колодец почти пуст. Сейчас будем открывать, будем смотреть, полный или не полный. Причем причина или трасса забита, или яма не откачана. Две причины. Вот сейчас открываю яму. Будем смотреть. Вот она. Из коллективной соги вместимостью почти 50 кубов ежедневно откачивают не больше 15. Жители и слесарь водоканала причину знают. Забита межквартальная система. Слесаря были, они чистили, они утверждали, что нужно пригнать сюда большой КАМАЗ, чтобы продуть. От того, что они прочистили чуть-чуть, ну, как бы там, не знаю, палкой или чем, что проблему в этом не решить. Но, тем не менее, они не позвонили в водоканал и не заказали эту машину. И как бы дальше действует. То есть все прекрасно знают, что это вот так это стоит. Действий никаких нет. Причин, по которой забила система отвода, может быть несколько. Когда в канализацию попадает что-то, что там быть не должно. А людям, я хочу к людям обратиться, будьте людьми, пожалуйста, не кидайте в канализацию ни бумагу, ни затычки, ну ничего. Ведь там что, пока я чистила там вот эту яму, там мама дорогая, что только не было. Забиваются трубы, и когда внутри образуется слой естественного налета, потому как канализация здесь работает самотеком и часто застаивается. От 700 до полутора тысяч рублей платят жители этих домов, чтобы каждый день следить за состоянием канализационных луж во дворе. Вот я лично полторы тысячи плачу. Ну как бы услуги должным образом не оказываются, не откачиваются вовремя, а оправдывают тем, что нет сотрудников или между собой что-то там нужно где-то снег почистить. Ну в общем ничего не делается у нас. Слова о недоборе персонала подтвердил глава Бийска на встрече с жителями. В МУП «Водоканал» действительно большой дефицит водителей и слесарей. Аварийных бригад не хватает на 50%. О таком серьезном недоборе было заявлено. Сотрудников не хватает, от слова совсем. Из пяти ремонтных бригад сегодня сформирована одна сборная. Почему? Потому что оборонные предприятия сегодня работают на полную мощность. И также нуждаются в сотрудниках. Эти люди туда переходят, потому что заработная плата не соответствует той, которая есть в «Водоканале». Решить проблему жителей нового можно. Достаточно места обычной осенизаторской машины отправить на место в вакуумную, когда жители этого просят. Евгения Ежутова, Андрей Сегаев, «Будни». Причин много, надо выявлять. Владельцы гаражей в промзоне требуют закрыть технический проезд. Дорога, которой раньше пользовались единицы, стала востребованной во время ремонта улицы Васильева. Теперь альтернативный объезд используют большугрузы и работники рядом расположенного предприятия. По территории открыли нам дорогу проезжую, по которой, когда было закрыто движение по Васильево, началось, ну, почти полгорода ездила здесь техники, и большой груз, и легковые машины, как вы можете видеть, они вот насквозь проезжают с работы. Это технический проезд вдоль труб, который, ну, для ремонта труб предназначен. Расстояние, примерно, 3 метра, они относятся к теплосетям. Дорога никак не предназначена для движения тяжелой техники. Тут и трактора проезжали, и все. Интенсивное движение привело к разрушениям. Собственники гаражей утверждают, грузовые машины продавили несколько люков. Колодцы уходят на несколько метров. Вглупе теперь создают опасность и пешеходам, и водителям. Ранее этот участок улицы Чайковского был закрыт металлическими воротами. Летом, во время ремонта городских дорог, одно из предприятий, расположенных рядом, за свой счет привело дорогу в порядок. И ворота срезали, утверждает председатель ГСК. Договориться с предпринимателем о закрытии дороги не удалось, и члены кооператива написали письма прокуратуру и администрацию города. Утилизаторы Бейска могли организовать бизнес по продаже неликвидных товаров с маркетплейсов. Об этом сообщает информационное агентство Банфакс. На видео, попавшем в социальные сети, предположительно, различные строительная, бытовая и прочая техника, продукты питания, корма для животных, мебель, шины, направленные на уничтожение. По информации источника Банфакса, один из договоров с маркетплейсов на утилизацию в текущем году якобы получила Бейска ООО «Утилитсервис». При этом, по данным информагентства, на самом деле «Утилитсервис» будто бы не утилизирует товары, а продает их различным предпринимателям по цене 300 тысяч рублей за фуру. Те, в свою очередь, в дальнейшем перепродают неликвид сельским жителям. Предполагается, что такие товары имеют хороший спрос в селах, где организовывают точки по продаже неликвида. Работающих людей в Бейске стало больше, а средняя зарплата превысила 38 тысяч рублей. Такие данные следуют из социально-экономического развития города за первое полугодие 2024 года. Вносят вклад в развитие экономики города 75 тысяч человек. Эти данные с учетом индивидуальных предпринимателей и самозанятых. На городских предприятиях трудится около 59 тысяч, 40 тысяч из них на крупных и средних производствах. Если по городу среднемесячная зарплата приблизилась к 38 тысячам, то на промышленных предприятиях, по последним данным, составляет около 59 тысяч. Заплати налоги и живи спокойно. Подходит крайний срок уплаты налога на имущество физических лиц. Чтобы не пришлось платить пенни, стоит успеть до 2 декабря. А вот как узнать сумму оплаты и можно ли оплатить в мобильном приложении? Все подробности в следующем сюжете. Если вы владелец недвижимости, земельного участка, транспортного средства, не стоит забывать о необходимости оплатить налоги. Плательщиками имущественных налогов физических лиц признаются все собственники объектов, независимо от возраста. Если собственность принадлежит детям, то обязанность по уплате исполняют их законные представители – родители, опекуны и попечители. Налоговые уведомления на уплату имущественных налогов направлены всем гражданам по почте с заказными письмами или размещены в сервисе личный кабинет налогоплательщика. В случае представления согласия, подписанного в приложении «Госключ», в личном кабинете на едином портале государственных и муниципальных услуг. Если налоговое уведомление не пришло по почте, это не является аргументом для неуплаты налога. В этом году налоговое уведомление не направляется собственником недвижимого имущества и транспортных средств, у кого общая сумма составила менее 300 рублей. Граждане, которые не имеют налоговых льгот, освобождающих от уплаты налогов, и не получили налоговое уведомление, целесообразно обратиться в налоговый орган либо направить информацию через личный кабинет налогоплательщика или с использованием интернет-сервиса ФНС России обратиться в ФНС России. 23 и 28 ноября в налоговая инспекция по адресу переулок Романа Гелева 5 пройдет акция «День открытых дверей», где все граждане смогут получить дубликат налогового уведомления и разъяснение по имущественным налогам. А вот заплатить налоги во избежание начисления пени нужно до 2 декабря любым удобным способом. С помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика физического лица», уплата налогов и пошлин на сайте ФНС России, в мобильном приложении «Налоги.фл», через портал «Госуслуги», на почте, в банке, либо с помощью приложений российских банков. Юлия Цапко, Сергей Бертман, Будни. А далее реклама, не переключайтесь. Прошли проверку знаний о родине, культуре и быте своего народа. Бичане стали участниками географического диктанта. Это международная просветительская акция русского географического общества, которая прошла уже в десятый раз. Одной из площадок этого мероприятия стал педагогический университет. Наша съемочная группа проследила за ходом события. На этом полуострове выращиваются сорта эфиромасличной розы, выведенные Никитским ботаническим садом 30-х годов 20-го века. Звучит вопрос, отчет пошел. И есть всего 25 секунд на раздумье. Географический диктант пишут на разных площадках, причем не только в России, но и за рубежом. За все годы существования такого среза знаний к нему подключились 129 стран. Акция проходит на всех континентах, включая Антарктиду. В педагогическом университете она состоялась в актовом зале. Вот этот диктант, он имеет большое значение для объединения народов всех, воспитания гражданственности и патриотичности у населения. Участвующий в диктанте каждый расширяет свой кругозор, познает больше, увеличивает свои географические знания о своей стране. В каком регионе находится остров с мысом край света? Географический диктант состоял из двух частей. Всего в нем было представлено 40 вопросов. Развернутых ответов давать было не нужно, все проходило в тестовом режиме. Просто следовало выбрать верный вариант. Первые 10 вопросов считаются наиболее простыми. Они связаны с содержанием учебного материала, школьного курса. Остальные 30 вопросов посложнее, но связаны с логическим мышлением. То есть при вопросе всегда в содержании или сопровождаются большая часть, практически все иллюстрациями, и поэтому можно на иллюстрации подсказку, вопрос о каком-то ученом. И тут же фотография этого ученого в кругу. Если внешне присмотреться, можно догадаться, кто этот ученый. Поэтому, если внимательно слушать, и вариант ответов очень легко. Нужно было только выбрать правильный вариант ответа в клеточке поставить. Актовый зал педагогического университета был заполнен. Географический диктант могли написать все. Школьники, студенты, педагоги и другие желающие. Для разнообразия интересно. Мы уже второй раз проверить свои знания, не изучая глубоко географию, но хотя бы так жизненный опыт, чтение книг, информация по телевизору вообще. Теперь участникам географического диктанта остается набраться терпения и дождаться результатов теста. Известны они будут после 12 декабря. Алена Кисеева, Андрей Сегаев, Будни. Туристы понемногу стали подтягиваться в бийский поселок Молодежный. Там, как только выпал первый снег, прилетели лебеди. Сейчас уже насчитывается порядка 150 грациозных птиц. Среди них много птенцов. В каждой семье уже птенцов от двух, и есть многодетная семья, 7 птенцов насчитала. В этом году прошла кладка яиц очень хорошо, то есть были благоприятные условия. Кормить сейчас мы оставляли в том году запас на всякий случай, чтобы вдруг лебеди неожиданно прилетели раньше, позже, чтобы у нас были корма. На данный момент пока есть корма, на будущее будет под вопросом, но мы будем решать. В деле подкормки лебедей активистам могут помогать и туристы. И здесь важно понимать, что можно давать птицам, а что нет. Предпочтительно лебедям давать пшеницу, овес, горох, так как в нем много полезной клетчатки. Кроме того, птицы едят геркулес. Категорически нельзя кормить сухарями и ржаным хлебом. Кроме того, волонтеры призывают не оставлять на берегу и реке целлофановые пакетики, стекла. Если увидите их, уберите. Ведь все это может стать причиной гибели белоснежных птиц. Вот буквально на днях птенец съел хлебушек с кульком. Этот кулек у него торчал из горла. Он кричал, просил о помощи, бояться подойти, а помочь нечем. У нас как была проблема, что нету ветклиники. И мы не знаем, куда обратиться в случае чего, если, например, птица сетку проглотила, либо птица проглотила кулек, либо что-то раненое крыло. У нас в этом как была проблема, она так и остается. Большая просьба. Берегите наших птиц. Время творить. Бейчан приглашает принять участие в конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку. Все они будут украшать елочки в разных микрорайонах города. Приступать к созданию игрушки можно уже сейчас, потому как работы на конкурс будут принимать с 4 по 15 декабря включительно. Приносить их нужно будет в выставочный зал БИСКО. В рамках конкурса заявлено несколько номинаций. Итоги будут подводить по возрастным категориям среди жителей города до школьных учреждений образовательных организаций. При этом отмечается, что от одного образовательного учреждения примут не более пяти работ. Кроме того, будет выбрана самая необычная елочная игрушка. Лучший сказочный персонаж и, конечно, символ 2025 года – змейка. Жюри будет оценивать оригинальность исполнения, дизайн, эстетичность, наличие креплений и соответствие заданной тематике. Итоги станут известны 16 декабря. Узнать подробности о том, каких размеров должны быть игрушки, что на них должно быть и какие данные нужно предоставить конкурсанту, можно по телефону 40 39 50. В Новый год без долгов. Сибирская генерирующая компания призывает бейчан погасить долги за электроэнергию. Приятным бонусом будет списание пени. Сибирская генерирующая компания и сибирская типосбутовая компания поздравляют бейчан с наступающими праздниками. Канун Нового года – это время исполнения желаний, надежд и планов на будущее. Уходящий год наполнен непростыми событиями и испытаниями. Пусть новый 2025 год подарит вам уверенности в завтрашние дни и принесет в ваш дом уют и тепло. Предновогодние дни всегда наполнены суетой, суматохах которой не стоит забывать о традиции встречать Новый год без долгов. Сейчас у бейчан, имеющих задолженность за наши услуги, имеется возможность списать неотсуженную пеню. Для этого в период с 15 октября по 28 декабря необходимо стать участником акции в Новый год без долгов. Выполнив всего лишь два условия – погасить всю задолженность на лицевом счете и направить письменное обращение в адрес нашей компании. Оставим в старом году все проблемы. Начнем Новый год с чистого листа. Желаем всем мирного неба над головой и добрых перемен. И о погоде. 21 ноября в Бейске будет облачно. Возможен снег, ветер переменных направлений слабый. Влажность воздуха будет высокой, атмосферное давление к вечеру тоже станет повышенным. Возможно, небольшие возмущения в геомагнитном поле Земли. Ночью минус 6, минус 8, днем минус 1, минус 3. И это все новости на сегодня. Если у вас есть актуальные темы, предложения, злободневные вопросы, сообщайте нам. Мы постараемся вам помочь. Телефон нашей редакции 313-507. А также ищите нас в социальных сетях, оставляйте комментарии. Хорошего завершения рабочего дня. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова